Здравствуй, малыш! Добро пожаловать в Саловат! Здесь впервые проходит образовательный форум «Территория роста». 1209-классников соберутся здесь, чтобы определиться с профессией и начать строить свое будущее. И это все прямо сейчас. Я рада вас приветствовать здесь сегодня на первой территории роста, которая будет продолжаться, будет идти по республике. И надеемся, что сегодня все, что для вас подготовили, какие площадки для вас организовали, постарались наполнить их чем-то интересным для вас. И вам, вы получите от этого что-то новое, найдете новых друзей, единомышленников, и будете с ними двигаться дальше по жизни и побеждать. На каждой площадке представлены тематические мастер-классы, выставки и встречи с экспертами. Каждый из участников сможет найти направление по интересам. А существуют такие направления, как искусство, спорт, медиа, личностный рост и творчество. Предлагаю побывать на каждой из площадок и лично убедиться, что здесь столько всего полезного. Какую платформу ты выбрала и почему? Я выбрала медиа-платформу. Когда нам рассказали о проекте «Территория роста», мне стало интересно, что же произойдет именно на этой платформе. Я решила записаться конкретно на нее. Что самого интересного и прикольного ты ожидаешь от платформы? Для меня эта платформа уже началась. От нашей школы выбрали двое самых активных ребят. И можно сказать, что провели кастинг. Нужно было снять видео, придумать вопросы для людей, у которых мы будем брать интервью. И я очень рада, что из 12 человек выбрали пятерку, и я в нее хожу. Я считаю, что это действительно очень круто, что в нашем городе есть такие студии. Здравствуйте. Мы находимся в культурном центре города Салават, а именно на площади Ленина. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Русанова Арина, я корреспондент телеканала «Мандарин». Зовут меня Егор Петров. На данный момент направляюсь в школу. Это будет маленькое минутное видео, но оно очень важное для меня. Всем привет! Добро пожаловать в Салават! Здесь впервые проходит образовательный форум «Территория роста». Около 1209-классников соберутся в месяц. Чтобы определиться с профессией и начать строить свое будущее. Погнали! Мы во Дворце спорта «Нефтехимик». Здесь тематическая площадка для тех ребят, кто пока не получал олимпийских наград, но уже знает, как быть выше, быстрее, сильнее. Побеждать может каждый. И мы это докажем. Расскажи, что у вас за дистанция? Несколько видов дисциплин я выполнял в бюрбе. Стоял, ждал свою команду. И мы проиграли. Чем платформу побеждать может каждый и понадобится тебе в будущем? Тем, что бывают разные ситуации. Можно приспосабливаться и находить выход в разных ситуациях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, давай. Раз, два, шесть, семь, пять, восемь, десять, десять. Песня. Мы вот в новом формате, именно вот таком вот спортивном формате, с нашими олимпийскими чемпионами, это и Семен Иллистратов, да, проводим, ну, назовем его такой вот молодежный спортивный форум. Так, как пояс пересекает центр в красную полоску? Так команда выиграла или проиграла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коренея Владимировна, вы уже обошли несколько площадок. Что вам больше всего запомнилось? На самом деле я успела пока что обойти эта вторая площадка, где я была. Но запомнилось то, что ребята с горящими глазами пришли получить что-то новое, увидеть. И вот сегодня здесь на спортивной площадке, конечно, тоже интересные очень вещи, которые им дали попробовать скалолазание, попробовать себя в теннисе, в гимнастике, в поднятии каких-то там тяжелых весов и так далее. Это, конечно, интересно очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так давайте же разберемся, что такое правильный хайп. Здесь 70 человек могут снимать что-то на Ютубе, но просматриваемые будут только единицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, чему ты здесь научишься? Я думаю, я научусь хорошо фотографировать, качественные фотки будут. В будущем мне хотелось бы создать свое собственное телешоу, в котором рассказывается о разных видеоиграх. Я хочу узнать, как выступать, общаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интеллект – это сила. За наукой и инициативами будущее. Но как прокачать свое IQ? На платформе силы интеллекта умнее станут порядка 300 человек, причем одновременно и за несколько часов. Русские названия химических элементов кроссворд таким образом, чтобы по диагонали собрали все буквы О. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КИ-СЛО... нет, КИ-СЛО-РОДО. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты для чего пришел на этот форум? А, я поняла. Для того, чтобы вырасти на траекторию роста, да? Нет. А для чего? Чтобы научиться программировать, строить всякие макеты по типу умной энергетики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь я могу удаленно с помощью телефона или компьютера управлять светом, водой, вентиляцией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как быть лучшим во всем? Конечно же, работать над собой. На площадке «Траектория роста» научат предпринимательской деятельности, познакомят с основами финансовой грамотности и покажут, что труд действительно крут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отметьте виды деятельности, которые вам подходят или нравятся. Как думаешь, какой здесь вариант ответа? Ну, думаю, мастерить по дому. Тебе вообще не надоели эти тесты? В школе же и так много. Ну, не особо. Тест мне пригодится в будущем. Можно отметить, какая профессия у меня будет, выбрать. Может быть, что-то другое понравится. Но я лично решила для себя, что стану учителем начальных классов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чему ты научился на этой площадке? К нам приходили разные бизнесмены, и нас научили поставлять цели свои. Хочешь ли ты стать бизнесменом? Нет, я пообщалась с бизнесменами, и мне не захотелось. Моя профессия – это работа с компьютерами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это шерсть, которую теленок слизывал с себя, и она в жилой лутке скаталась, и получился вот такой вот комочек. Можно понюхать. Можно понюхать, можно потрогать. Он ничем не пахнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошел профоритацию, получается, не профессию, вышел, и сейчас мне дали потрогать скомканную шерсть теленка, которая была у него в желудке. Я думаю, такое здесь показывает, что это что-то новое, что-то интересное, что-то необычное, что кому-то станет интересным, возможно, он поступит в какой-нибудь биологический, химический колледж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Искусство – это стиль жизни. Мы находимся в Саловатском музыкальном колледже. Здесь собралось более 200 человек, которые в будущем мечтают стать хореографами, музыкантами, певцами или художниками. Но с чего же начать? С территории Роска. Как тебе спектакль? Очень зашел. Он впечатлительный, эмоциональный. Больше таких много открытых моментов. Актеры играли вообще, ну, как бы, очень ярко, красиво, более выраженно и более понятно. Как ты относишься к современному искусству? К современному искусству я отношусь нормально, и точку роста больше как бы продвигает, и больше идет по продвижению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делали вдох. И еще вдох. А сейчас пройдем все позиции. Первая. Третья. Вторая. И подготовительная. Что за мастер-класс у вас сейчас проходит? Нас сейчас учат художественными танцами. Как ты думаешь, насколько ты вырастешь на территории Роска, как танцор? Ну, не сказать, что хорошо, но возможно. Какой мастер-класс самый яркий? Балет, потому что он очень трогательный. Какой мастер-класс самый яркий? Ну, это пока что у нас еще самый первый мастер-класс. Мы только что с концертом пришли, который недавно только закончился. И что? Как тебе этот концерт? Что на нем было? Ну, по большей части, там брались стихи, и по этим стихам делали сценки, как я понял. Вот сценки, и эти сценки проигрывали. Они были очень интересно сделаны. Очень интересно сделаны. Особенно очень мне нравится, когда в этих сценах, можно сказать, вот так говорили, по большей части, вот стихами, эти сценки. Территория роста. Будущее за нами! Ну что, заценили работу, ребят? Детско-юношеский телеканал «Тамыр» взял шество над начинающими, но уже такими амбициозными журналистами. Какая была твоя реакция, когда ты узнал, что в вашем городе будет проводиться такой форум? Это меня невероятно заинтересовало. Мне всегда нравилась медиа-сфера, всегда хотелось узнать, как работают, например, те же журналисты, изучать всевозможные вещи и узнавать все новых и новых людей, разговаривая с ними на различные вещи. Узнав, что на форуме будет подобная платформа, мне стало еще более интересно. Именно это и повлияло на мое решение выбора конкретно платформы в лице медиа и заинтересовало меня в самом существовании форума. Я выбрала личный спорт, потому что мне ближе, и я очень люблю спорт. И самое главное, удобно то, что они находятся рядом. То есть никуда не надо почти ездить, бегать, просто перейти дорогу и все. В каждом форуме мы будем знакомиться с разными личностями, будем знакомиться с разными, так сказать, работами, как спортсменами, кто-то в науке. И для меня это очень интересно и познавательно. Как думаешь, почему и из-за чего создали такой форум? Я считаю, что в нашей республике сейчас время новых технологий и время развиваться. Мы учимся в девятом классе, и нам скоро предстоит выбирать свою профессию. И здесь очень удобно сделали, так как вся информация, которую можно найти в интернете, она вся собрана именно здесь, в одном месте, и ее очень удобно получить. Расскажи, насколько ты вырос на территории роста, чему на ум научился? Ну, я много узнал в видеоблогинге, как правильно снимать видео, что лучше делать для того, чтобы стать успешным видеоблогингом. Будешь применять знания на практике? Возможно, в будущем, да. Чему ты научилась на территории роста? Сегодня я научилась вести правильный видеоблог, общаться с людьми, с аудиторией, правильно составлять тексты, правильно вести свою газету, свой блог. Что самое яркое, классное и запоминающееся здесь было? Когда два ведущих объясняли, как снимать видеоблоги, как писать сценарии. Еще было интересно, когда нам объясняли, как ставить свою речь, как общаться с людьми. И как правильно общаться с людьми? Нужно ставить пробелы в некоторых местах, чтобы это было более лучше, наверное, чтобы это лучше звучало. И это было увереннее. И чтобы человек, который тебя слушал, верил в себя. Твоя будущая профессия будет связана с медиа? Я пока не знаю, не решил. Чему научился на территории роста? Меня научились снимать классные блоги. Думаю заняться видеоблогингом, стать ютубером, снимать про экстрим, и все будет очень круто. Да, спасибо. Вы все между собой знакомы? Нет? Тогда берите себе пару, с которой вы не знакомы. Все. Все нашли себе пару? В течение минуты комментирует, проверяет свою интуицию, все, что он может предположить правильного человека. Для кого знакомы? Все. Все. Все правильно? Все правильно? Да, вот так. Вот так, да, да. Вот так, вот так, вот так. Спасибо. Расскажи о площадке, на которой ты была, и что тебе там больше всего понравилось? Я была на площадке по культуре. Мы первым делом посмотрели интересный спектакль, потом мы пошли все по станции. Мы делали подделки, мы сделали елочку, ну, это игрушка, вот, новогодняя. А какая из станций, так называемых, тебе больше всего понравилась? Ну, вообще, я занимаюсь балерными танцами, и, конечно же, мне понравился танец, в котором мы танцевали. Слушай, многие люди ходят с такими газетами, если так можно сказать. Что это такое? Газета «Выбор» сделала такую станцию, в которой дети могут напечатать себя в газете и увидеть, как они будут выглядеть на этой, на странице газеты, на первой странице. Какие самые интересные точки были на форуме? Лично мне очень понравилась точка блогерства. Там действительно было актуально. Там рассказывали, как можно стать блогером, как заинтересовать зрителя и что нужно для этого сделать. Также мне понравилась основа журналистики. Там было очень интересно. Там рассказывали, как грамотно писать, как заинтересовать также зрителя, как сделать выпуск интереснее. Также вообще их было очень много. Там также были и выставки, там были выставки из музеев, именно камер, старых камер, старых телевизоров. Какая просьба чаще всего поступала от участников? Больше всего они просили поставить печати. А что за печать? Что это такое? Печать — это то, что ты прошел данную площадку. А для чего она? Может, если без нее ты не сможешь что-либо получить, либо, не знаю. Ну, мне кажется, она нужна для того, чтобы человек понял, что вот она ему нужна, он там был, чтобы у него на память осталось, чтобы он вспомнил. Это клин. Это вот получается, когда мы халик накрутим, клин поднимается, и здесь вещество идет. Потом халик опускается, и вещество прекращается. На общеобразовательном форуме территория Ростова вся работа построена таким образом, чтобы замотивировать нас, школьников, активно действовать уже сейчас. Песня. 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 очень насыщенный день. Расскажи, как он прошел. С утра мы собрались, объездили все платформы. На каждой платформе сняли какую-то часть ролика. Кстати, сегодня его на закрытии уже показали. Также я еще... Ну, нас, меня и Арину выбрали также с ведущими для этого закрытия. Я очень этому счастлив. Огромное хочу сказать спасибо, конечно же, телеканалу «Тамыр». Уважаемые трибуны, уважаемые гости и друзья, на нашу главную сцену Республиканского молодежного форума «Территория роста» приглашается глава Республики Башкортостан Хабиров Радий Фаридович. Знаете, я тихонечко сидел, буквально два часа у себя в кабинете в Уфе работал, и мне говорят, что в Салават так зажигает такое замечательное мероприятие. Я вот прыгнул в машину и приехал посмотреть на вас. Я вас сегодня поздравляю с участием в этом замечательном проекте. Я хотел сказать, что каждый из вас, сидящий здесь, каждый, кто получил награды, это действительно гордость Башкортостана и будущее Башкортостана. Поэтому я вам всем желаю быть такими же задорными, быть сильными, верить в себя, и все у вас получится. Салават – замечательный город, и мы, наверное, думаем, что этот проект будет республиканским, и каждый год будет проводиться именно в Салавате. Спасибо. Мы просим вас остаться и вручить сертификат на получение спортивного хоккейного оборудования на общую сумму 13 миллионов рублей городу Салавату! Не устали сидеть? Зачем это? Я очень рад, что вы спустились, потому что я боялся, что все будут сидеть и между нами будет большая пропасть. То, что вот здесь это очень круто. У тебя вообще отличное настроение, да? Чувак пришел отрываться. Круто. Как вы думаете, насколько ребята выросли на территории роста? Мне кажется, намного, потому что для такого возраста это хороший опыт, это новое знакомство, новое общение. Это всегда дает плоды для роста в будущем. Каково это быть хедлайнером такого мероприятия? Очень волнительно, я до сих пор волнуюсь, переживаю. Ну, страшно на самом деле. Ну, вообще, первый раз выступаю на ледовой арене, поэтому для меня это прям очень не страшно. Один день, но столько всего интересного. Идейно-смысловая платформа Башкортостан территория роста вдохновила более 1200 школьников на великие дела. Надеюсь, вы уже определились в своей будущей профессии. Столько возможностей, столько специальностей, столько направлений. Ну, а у нас теперь точно все по поводчикам. Увидимся в ближайшем будущем. Пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!